Добрый вечер, друзья! 7 часов вечера, вторник, 3 мая. И сегодня у нас на политическом горизонте Соединенных Штатов произошло событие такое достаточно яркое. Снял свою кандидатуру, кандидат от республиканской партии, господин Круз. И таким образом, как бы никого не осталось, кто, ну не то чтобы противостоял Трампу, но во всяком случае мог не позволить ему набрать достаточно большое количество голосов, чтобы получить номинацию прямо на съезде в первом голосовании. То есть, если бы он не собрал вот это большинство, тогда какие-то возникали бы вопросы, то есть могли быть какие-то варианты и так далее, но не вышло. Вот. И не вышло. И фактически мы сегодня знаем обоих кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах в ноябре месяце. Значит, мы тут в Калифорнии, можно сказать, позже всех голосуем. И у нас 7 июня выборы, то есть, грубо говоря, через месяц вот эти праймеры. И опять, понимаешь, такая ситуация, что от нас ничего не зависит. Ни среди демократов, ни среди республиканцев, прям хоть на выборы не ходи. Мне уже он бюллетень вчера пришел по почте, там, значит, какие-то дела всякие, то есть, вот, на выборы. Ну, думаю, а что, действительно. Что тут еще сказать? Прикольно, прикольно. То есть, такая, знаете, у нас тут избирательная кампания, такого еще не было. Вот. И... Да. Было бы два популиста, да, если бы с Сандерсом Трамп скрестнулся, было бы это такой, один популист и другой популист. То, значит, так не получится. Получится все-таки с Клинтон, хотя Сандерс не сдается. Он говорит, что он еще поборется и, в общем, что несправедливо тут и несправедливо там. Но, когда говорили, что, может быть, ты пойдешь как независимый кандидат, он сказал, что он не будет этим заниматься, не будет подрывать позиции демократической партии. Но, вот, пока вот там не дошло до конца, он ставит палки в колеса, значит, Клинтон, которая должна была, как бы, сдвигаться влево. Ну, поскольку надо было как-то соответствовать. Вот. Вот. Дальше она, видимо, уже начнет сдвигаться вправо, поскольку, когда Сандерс отвалится, вот, дальше она пойдет двигаться туда, куда ей там должно было бы положено двигаться. Разные люди в разные моменты времени очень интересные вещи говорят вот по поводу происходящего. Например, господин Уоррен Баффетт, инвестор такой, очень авторитетный человек, не только в мире инвестиций, но, как сказать, вообще по жизни, так сказать, философ такой. 85 лет ему, между прочим. Светлейший, светлейший ум. И вот, как раз тут, пару дней назад у них было, в его компании инвестиционной было годовое собрание инвесторов, и его спросили, как вообще вот он относится к этому всему. И он говорит, понимаете, он говорит, ну, в моем пересказе, значит, 25 лет от сегодняшнего дня и 50 лет от сегодняшнего дня люди, которые будут жить тогда, они будут жить хорошо. И вот те популисты, которые сегодня кричат, что нужны какие-то там глобальные перемены, что страна там куда-то катится там и так далее, это они просто так кричат. А вот люди, которые сегодня живут, они живут лучше, чем те, кто был до них. И когда кричат, что вот дети, которые сейчас рождаются, будут жить хуже своих родителей, это полная ахинея. Он говорит, никогда в жизни еще не было, как бы, поколения, которое будет жить так, как дети, которые рождаются сейчас. Поэтому, значит, это, мы живем в стране, которая и 25 лет от сегодняшнего дня, и 50, она будет лучшим в мире местом для инвестирования денег, для творческого роста там и так далее, и так далее. Он говорит, могут ли на это повлиять там, я не знаю, Клинтон там или Трамп, или какой-то президент или что-то. Он говорит, нет, в этом смысле они повлиять не могут. Они, безусловно, могут оказать какое-то влияние на то, как это будет проходить, развиваться и так далее, но глобально нет. Поэтому, он говорит, не имеет значения. И вот, ему говорят, ну хорошо, ну вот вы, как инвестор с вашим фондом, вот вы как будете реагировать в том случае или в этом? Он говорит, вы знаете, говорит он, это далеко не первый приоритет в том, как мы строим наши планы, и как мы будем работать, и там, прибыль давать и так далее. Поэтому, он говорит, для нас это не первоочередной такой, не первоочередной фактор для рассмотрения там, когда мы принимаем решение. Вот так сказал Уоррен Баффетт. Очень интересно выступил Майкл Блумберг. Этот человек вообще легендарный. Он независимый, он не демократ, не республиканец, он так сам по себе. Человек богатый очень и общественный деятель, и медийный. Вот у него этот Блумберг, даткам, тиви там и так далее. И он был мэром Нью-Йорка. Вот, то есть он как бы и политический такой. Говорили, что может быть вот ему там надо идти независимым кандидатом в президенты. Очень авторитетный человек. Ну, он не хотел этим заниматься всем. Но вопрос в том, что он выступал перед выпускниками университета. И речь его, она опубликована. Вот на сайте самого Блумберга она есть. Значит, там звучит она примерно так, название, что «Получил диплом, а теперь иди и победи демагогов». Вот так называется. Для меня лично, вот как человека, который работает в системе образования, все-таки для меня очень существенно то, что он сказал буквально в первом абзаце вот этой речи. Он начал ее с того, что самое главное, что ты сегодня, чему ты должен научиться в университете, не имеет ничего общего с твоим мейджером, с твоей специальностью. Понимаете, вот у нас на канале все время люди говорят, какой язык учить? А что лучше, быть вот там, идти мне на системного администратора, или идти мне там на какого-нибудь хардвер инженера, или идти мне на это, или на это? И вот он отвечает, человек, который знает, что говорит, он отвечает, не имеет отношения. То, чему ты научишься, главное, это не то, что связано с твоей специальностью. Понимаете как? А что главное? Значит, умение излагать мысли, умение... Надо почитать статью, я дам ссылку в описании к этому видео, чтобы вы почитали. Значит, умение отстаивать свое мнение с помощью аргументов. Да, как мало людей, которые могут с помощью аргументов. А так они ругаться начинают, плеваться там, на личности переходить и так далее. Значит, с помощью аргументов. И вот он объясняет это все. Мне было очень интересно, потому что я постоянно думаю, как тестировать студентов на входе. Ну, мы им даем там технические какие-то тесты, простенькие. Я давно думал, что надо бы что-то такое давать на способность анализировать, как-то вот сопоставлять. Вот такого плана. Но не суть. То есть, как бы, у меня лично в этом месте такой клик был хороший. И дальше он говорит, что... Он, кстати, в конце и Сандерса, и Трампа открытым текстом называет демагогами. То есть, он вообще смотрит в историю. Он говорит, как происходила политическая поляризация в Соединенных Штатах. Он говорит, смотрите, вот в 60-м году, когда спрашивали, как вы относитесь к браку с представителем другой политической партии. Значит, там где-то, я не помню, сколько их там было. Не 5%, 5-6% республиканцев, демократов говорили, что это нехорошо. Бук, то есть, абсолютно никакого значения это не имело в 60-м году. Но, если вы вспомните, в то время исключительно имело значение, допустим, расовая, да, преодолетость. Вот это было да. Ох, это было да. В то время исключительно нетерпимое было отношение, например, там, к сексуальным меньшинствам. Вот это вот просто, ну, ну, то есть, слов нет. Нетерпимость. Иммигранты. Понимаете? Тоже, не то, что там их как-то сильно обижали, но это, ну, как, ну, понятно, что вот есть американцы, есть иммигранты. Вот. Сейчас такой же опрос показывает, что, там, я боюсь соврать, треть демократов и половина республиканцев плохо относятся к такому браку. Произошла поляризация на политической основе. Он еще интересную вещь такую говорит, что вот мы перестали слушать других людей и пытаться понять, что они говорят. И вот, в частности, интернет и средства массовой информации этому способствуют, потому что ты находишь тот сайт, который ты хочешь читать, ты находишь ту публикацию, газету, я не знаю, там, журнал, который соответствует твоему ходу мыслей. И ты вот его читаешь. А то, что тебя раздражает, беспокоит и так далее, ты с этим не связываешься. И люди перестали как бы слушать, интересоваться, они стали более нетерпимыми к другим точкам зрения там и так далее. И вот этим пользуются демагоги. Значит, в чем, он так описывает, в чем, собственно, смысл демагогии. Демагогия состоит в том, что люди не говорят, как они будут что-то делать, они не предлагают никакой программы, а они предлагают какие-то быстрые такие, простые, понятные толпе какие-то лозунги, фразы. Вот. И дальше они и так как-то вот на этом. А когда до дела доходит, у них нет программы никакой. Он там приводит исторический пример, когда в 28-м году на выборах победили республиканцы и президентский пост, и обе палаты, значит, конгресса США. И у них такой был лозунг популистский. Этот лозунг был, значит, кастрюлю, курица в каждой кастрюле, значит, и автомобиль в каждом там дворе. А через год началась депрессия великая. Понимаете, все, то есть, как бы, ну вот, как пример того, что вот люди говорят что-то, а дальше у них нет никакого инструмента. Поэтому, ну, в общем, я считаю, что это вещь, которую необходимо прочитать. То есть, вы можете не читать там Мартина Лютера Кинга, там, да, его знаменитую речь, но вот это очень интересно почитать. Я считаю, что это величайший документ современности, вот в моих глазах. Невероятный просто. И он очень многое ставит на свои места. Так вот, в конце он там пишет, Майкл Блумберг, он пишет, что каждый раз, когда популисты что-то тебе обещают, значит, и он там перечисляет то, что, значит, Трамп обещает, и то, что, значит, Сандерс обещает. Он говорит, когда тебе пообещают бесплатное здравоохранение, бесплатное образование и каждому по пони, или когда тебе обещают, он уже на Трампа переходит, что за решение наших проблем будут платить другие страны. Тот говорил, что забор с Мексикой, Мексика за него заплатит, мы их заставим платить за наш забор. Вот, он говорит, помните, говорит он, и там очень такая смешная красивая фраза, он говорит, те, кто обещает фри-ланч, фри-ланч, сожрут вас на завтрак. Вот, то есть тебе обещали, да, то есть ты не доживешь до обеда, тебя на завтрак сожрут. И вот это очень интересно, да, обращается он к молодежи, и он говорит, диплом у тебя есть, главные знания, которые тебе в жизни нужны, у тебя есть, А вот теперь иди и победи демагогов открытостью, желанием и слышать, слушать, аргументированно отвечать вот те ценности, которые сделали страну тем, чем она сегодня является. И вот, как бы, есть опасность некоторой в уходе от этих ценностей, вот он об этом говорит. Поэтому, что же, значит, возвращаясь к выборам, к итогам выборов, значит, участников у нас двое, поскольку партии двое, и мы их знаем. Хотя, я, честно говоря, не удивлюсь, если что-то еще произойдет. Вот, допустим, значит, предъявит официальное обвинение, там, какие-нибудь, той же Хиллари Клинтон, вот, и она не сможет баллотироваться больше. И тогда автоматом на ее место встанет, значит, Сандерс. В общем, я не знаю, у нас достаточно много времени от сегодняшнего дня, да, от 3 мая, там, до 22, что ли, там, ноября, какого там будет. Вот. Время есть. Там месяцев сколько там получается? Ну, 6-7 там, да? И вот, я дни там не считаю. Есть, есть полгодик с лишним есть. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, мы увидим еще очень-очень много подвижек на этом фронте. Буквально вчера, что ли, позавчера был какой-то опрос общественного мнения. И впервые, впервые при сравнении Трампа с Клинтон, прямом сравнении, победил Трамп. Немножко, там, пару процентов, чтобы до этого всегда побеждала Клинтон, там, с хорошим отрывом побеждала. И впервые за всю историю вот этих вот прямых сравнений, вот, получилась такая у них картиночка. Так что, интересно, интересно. Трудно прогнозы делать, знаете как? Потому что меняется игра на ходу, да? Меняются люди, меняются кандидаты, меняются лозунги, меняется отношение людей к этому делу и так далее. Да, и мы таки, да, имеем двух претендентов на должность, которые, каждый, имеет меньше 50% поддержки, как бы, позитивных мнений на свой счет, да? То есть, мы имеем двух человек, которые оба нелюбимы страной. Вот так, что будем смотреть, что будет дальше. Счастливо, друзья!